Велопарад 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 Августовский велозаезд То в этом году у нас будет 2 Или даже 3 мероприятия И была даже идея Обычно Наш городской карнавал Заменить на велопарад Но пока Наверное не все к этому готовы В костюме Медузы Очень тяжело видеть перед собой И по крайней мере В этом году Велопарад велопарад, он как бы интегрирован уже в день города. И это очень здорово, что власти уже вместе с нами. Ирина нам чуть позже расскажет про велопарад, да? Сейчас Григорию хочется дать слово, вот как раз продолжая разговор Дмитрия по поводу, что, какие преобразования есть ли они в Иркутске для велосипедистов? Ну, прежде всего нужно отметить то, что в целом комфортная среда городской велосипедистов это прежде всего комфортная среда для пешеходов. Моя мысль, да? Это довольно спокойная улица, в целом безопасность движения общая, как комплекс. У нас за последние годы увеличилось количество пешеходных переходов, увеличилось количество пандусов на бордюрах, то есть они стали более пологими. Я напоминаю, что на велосипеде можно и по тротуару ехать в ряде случаев. Что касается велодорожек, с этим не так все хорошо, то есть прогресса сильного нет. в плане реализации, но очень много проектов мы видели, которые готовятся на будущее. Очень сложно сказать, когда они будут реализованы. В частности, хочется выделить иркутские кварталы. Мы принимали участие в проектировании. В проекте иркутских кварталах там практически на каждой улице будет велодорожка. И это очень большое достижение. Мы другим городам показываем, что у нас есть такой проект, который будет реализован. Это будет очень высокий уровень и очень качественный. А вы мониторите в других городах, где есть велодорожки? Мне тоже интересно, в другим городам показывают. Что за другие города и где вы так общаетесь? Ну, у нас проходят различные всероссийские мероприятия. В частности, проходил в Москве зимний велоконгресс в этом году. Поскольку мы позиционируем велосипед не как спорт, не как хобби, а именно как транспорт. Он специально, велоконгресс, проводится зимой, чтобы показать опыт тех стран, зимних именно стран, которые используют велосипед как транспорт круглый год. И чтобы мы эти примеры этих стран передавали другим. Ну, чиновникам, проектировщикам, да. Потому что у нас пока понимания, как это делать, нет. Но на самом деле ничего сложного. Просто на машине по дорогам тоже будет невозможно ездить, если они будут в сугробах снега. И точно так же просто нужно построить велодорожки, их чистить, и люди на них будут ездить на велосипеде. Именно используя его как транспорт. Понятно, что как хобби, как спорт, это не очень зимой удобно. Но если человеку нужно куда-то поехать, он поедет удобным ему способом. Если сделать удобным способом при движении на велосипеде, он на велосипеде тоже поедет. В России есть отличный пример. Это город Альметьевск, которым как раз инфраструктуру сделали. И сделали ее по примеру Копенгагена. Копенгагенские архитекторы. И в Альметьевске температура средней зимой на 2 градуса, по-моему, ниже, чем в Иркутске. И люди ездят зимой по чистым велодорожкам. Сейчас Альметьевск можно назвать велостолицей такой России. То есть они опередили Москву. У них построено за 2 года 80 километров велодорожек. Это очень высокий уровень. 80 километров? Это от аэропорта до Навальнина и обратно? Ну, Альметьевск это такой город, очень похожий на Ангарск. То есть там тоже нефтехимия. Планировка тоже такая советская, микрорайонная. Ну вот они и сделали. У них сейчас довольно много поездок на велосипеде совершается. И очень высокий показатель. Но у нас все пока на стадии проектов. Да, да, да. У них значимый показатель. У них очень много школьников ездит на учебу на велосипеде. То есть это показатель того, как у них стали безопасные улицы, что родители не боятся отпускать детей на велосипедах самостоятельно в школу. Вот это показатель. А как долго у нас на стадии проектов пока существуют велодорожки в Иркутске? Ну, проблема Иркутска в том, ну и вообще многих городов России, в том, что у нас нет специализированного финансирования на развитие велотранспортной инфраструктуры. И все проекты, которые реализуются, они реализуются в рамках каких-то других проектов. Поэтому не всегда хватает денег на велоинфраструктуру. Ее как бы в последний момент делают, иногда они вообще не думают. Ну, будем надеяться, что сейчас идет программа безопасной качественной дороги БКД. Будем пробовать в ее рамках что-то где-то сделать, где можно. Хотелось бы, чтобы... Давайте, ребята, я уже сейчас позвонил, мысли-то отменил продажу. Смотрите, я так понимаю, что в любом случае какие-то шаги делаются в плане даже интеграции парада в основной парад День города. Что это за такая идея? Что там будет, Ирин? Велопарад – это всероссийская акция. Он проходит в единый день велопарадов. Это 27 мая в этом году. Но в некоторых городах он перенесен в связи с чемпионатом мира по футболу. Иркутск впервые принимает велопарад. И мы его впервые организуем, потому что раньше у нас не получалось. И мы делали августовский велозаезд. Вообще, такого рода мероприятия, они, конечно, городу необходимы, потому что показывают массовость людей, которым необходимо создание инфраструктуры. Если у нас говорят, что велосипедистов мало, сезон у нас короткий, то мы как раз показываем, что это не так. В том числе наша акция «Велосветлячки», которая проходит в марте, она довольно успешная. И она проходит при минусовой температуре, как правило, но люди приезжают, и они готовы ездить круглый год. И как будет проходить велопарад в этот раз? Велопарад начнется с 11.30 у нас сбор, площадь труда перед цирком. Это будет в день города? В день города, 2 июня. И дальше мы проедем перед колонной карнавала Иркутского по Карламаркса и главным улицам города. То есть, по сути, мы откроем празднование дня города. А, то есть, вы будете буревестниками, да? Такой разогреть. Не, нельзя говорить разогреть. Пусть это будет буревестниками парад. Кто может принимать участие в этом параде? Все могут принимать участие, кто умеет ездить на велосипеде. Для этого нужны какие-то особенные регистрации, не регистрации? У нас будет регистрация на сайте, он в ближайшее время заработает, но вообще главное вам просто приехать на старт. Ну что? Ну что, очень крутая идея. Еще мне понравилась вот эта идея пересадить людей, участвующих в основном параде на велосипеде, это было бы тоже очень круто. Дмитрий, ну вот все-таки по августовскому основному велозаезду, да, вот сейчас примерно какое количество, можно почитать, вот так велосипедистов в Иркутске, кто принимает в нем участие? Которые принимают участие 4000 человек, около 4000, плюс-минус, в августовском. Но опять, до августа у нас еще как бы есть время. Но он состоится, если вот сейчас будет как бы велопарад в августе? Да, мало того, что возможно еще и в сентябре будет еще один велопарад, поэтому сейчас пока мы не определились точно, но возможно будет вот два или три мероприятия. Велопарадов мало не бывает вообще, это же только на пользу всем. Это золотое правило велосипедистов, да. Вот, в прошлом году нам немножечко не повезло с погодой, было очень прохладно, немножко дождь пробрасывал, было меньше народу, чем мы ожидали, но в этом году мы надеемся побить рекорды. Также это будет, скорее всего, третий выходной августа. Дата пока точно не определена, от многих факторов зависит, но обязательно будет велозаезд. Ну, мы вообще, мы будем из вас болеть, чтобы погода была на велозаезд прекрасная, чтобы велопарад состоялся вообще на ура, чтобы мы вот эту традицию привнесли в город и участвовать будем в следующем году и в будущем, и чтобы, конечно же, инициатива с велодорожками была наконец-то услышана, и мы уже могли... Возьмите свой велосипед, наконец-то в третий раз уже проедете. Дайте мне ручку, нет, дайте мне нож, я все вот так сделаю за ручку, обязательно, чтобы участвовать в августовском заезде. Велотранспортный союз, чтобы развивался и стал могущественной организацией. Кстати, Велотранспортный союз, он как давно организовался, сколько там уже, как туда попасть? Вообще, у нас такое больше даже движение, хоть и называется союз, то есть мы начинали еще в 12-м году, таких с небольших мероприятий, мы, в том числе мы собирали подписи поддержку развития велодвижения, но после этого пошли с этим чиновником, ну и периодически с ними встречи до сих пор проводим, пытаемся как-то вот это сдвинуть. Ну, есть успехи, но пока не реализовано еще практически ничего, пока... Все только начинается. Все только начинается, да. У нас актив велосоюза, это вот я, Ирина, периодически к нам приходят, люди уходят, ну, какие-то проекты реализуем, в частности, большое спасибо им всем. У нас вот волонтеры на велозаезде, я бы их тоже, потому что такие мероприятия, это тоже часть развития велодвижения, потому что они показывают, насколько это интересно, востребована, насколько это востребована, они объединяют людей. В том числе другие организаторы мероприятий, таких как Дима, организатор велозаезда, велоледи организаторы, мы тоже все вместе дружим и стараемся делать лучший город. Делать очень классное, классное дело, потому что мы тоже за ЗОЖ, и чем можем, мы вас всегда поддержим, поможем. Друзья, у нас в гостях были Дмитрий Салко, организатор Иркутского велозаезда, Ирина Ивтоги, организатор велопарада, и Григорий Скарченко, координатор могущественного велотранспортного союза. Да, прибудет сила велотранспортного союза в городе Иркутске. Друзья, спасибо вам большое, что вы пришли этим утром, мы вас поддерживаем всегда. Ну, а прямо сейчас Алиса Чернявская представляет свою рубрику Инстамамочки.